Перед началом сезона РПЛ мы делали долгосрочные прогнозы на результаты московского Спартака в чемпионате. Пока все они оказываются успешными, а некоторые уже даже сыграли. Спартак чаще стал бить пенальти, намного чаще по сравнению с прошлым чемпионатом. Уже три пенальти в шести матчах, с таким темпом тотал в семь с половиной пенальти будет пробит уже где-то к середине чемпионата. ТДСК также далек от увольнения, как и Кокорин от 13 забитых голов. Спартак уверенно попадает в топ-3, а прогноз Сергея Юрана на то, что Спартак наберет 12 очков в матч с Уфо и Химками уже не сыграл, потому что Уфа отобрала очки у Спартака. Вдохновившись этими успехами, мы делаем новую серию прогнозов на результаты московского Спартака в чемпионате. Но прежде чем мы начнем, напоминаем, что самое интересное в мире футбола ждет вас на нашем канале, поэтому подписывайтесь и жмите колокольчик, обязательно пишите комментарии. Сейчас в СМИ снова муссируется тема о возможном уходе Александра Кокорина в европейский клуб в контексте того, что Рома потерял от Заньолы из-за травмы и планирует усиляться. Букмекеры по этому случаю открыли линию на возможный уход Александра и Спартака в зимнее трансферное окно. Коэффициент очень высокий 7,8 и мы объясняем, почему он может сыграть. Причин несколько. Во-первых, финансовый вопрос. Кокорин приходил в Спартак на правах свободного агента, соответственно никаких сумм за его трансфер не платили. А сумма, например, в 5-6 миллионов евро позволит Федуну компенсировать те расходы, которые были потрачены на зарплату Кокорина и на подъемную. Момент второй – игровой. У Спартака и без Кокорина дела складываются отлично. Прежде всего в нападении. Команда лидирует по количеству забитых мячей в чемпионате. Ну, делит это первое место с несколькими другими клубами. Есть Понсо, есть Ларсон, есть Соболев, есть Бакаев. В такой ситуации даже сложно сейчас предположить, кого-то ДСК надо убрать из состава, чтобы поставить туда Кокорина. Момент третий – это чистолюбие. Не очень привычное слово в отношении футболистов с российским паспортом, но пример Алексея Мирончука показывает, что российские футболисты начали подозревать, что в Реал Барселон напрямую из РПЛ их не позовут. И если они хотят перейти в топовый европейский клуб, то, возможно, стоит сначала попробовать свои силы в команде, скажем так, попроще, где больше шансов получить игровую практику, заявить о себе, в том числе в матчах с теми же топовыми клубами и, соответственно, потом пойти на повышение. Кокорин неоднократно заявлял о своем желании попробовать свои силы в Европе, пока возраст еще позволяет. В ситуации, когда в Спартаке без него все хорошо, возможно, Александр решится на подобный переход. Плюс ставка на уход Кокорина из Спартака в зимнее трансферное окно не исключает вариантов ухода в российский клуб и не исключает вариантов ухода в аренду. И если Кокорин, допустим, на данный момент не будет получать достаточно игровой практики Спартаке, его могут отдать в ту же Уфу или Химке, чтобы он там восстановил свою форму, получив много игровой практики. За 7.8 ставим на то, что Александр может уйти из Спартака этой зимой. Прогноз номер два – индивидуальный тотал Спартака. Его на данный момент букмекеры установили на отметке 44,5 гола. На данный момент Спартак пробивает этот тотал, если брать общий темп забитых мячей красно-белыми футболистами, пробивает этот тотал с запасом. 10 голов в шести матчах, с таким темпом Спартак должен забивать мячи 50 за чемпионат. У Спартака одна из лучших линий нападения в РПЛ, пожалуй, даже лучшая. Есть Понсы, Соболев, Бакаев, Ларсон. К ним, если не уйдет, присоединится Кокорин. Для примера, в прошедшем чемпионате сразу четыре команды преодолели отметку в 44,5 гола. Считаем, что Спартак набрал приличный ход, чтобы пробить подобный тотал. И третий прогноз – это попадание Спартака в тройку призеров. Да, мы делали уже этот прогноз, но на него продолжают принимать ставки. Коэффициент достаточно высок – 1,9. Давайте посмотрим, кого, кто, вернее, может вытеснить Спартак из тройки призеров. Допустим, в нее попадает, кроме Спартака, Зенит и ЦСКА. ЦСКА наконец-то получил трансферы. Зенит имеет хороший состав, сбалансированный, сыгранный и так далее. Давайте посмотрим, кто еще может попасть в топ-3 и вытеснить оттуда Спартак. Московский Локомотив. Команда пока не впечатляет ни игрой, ни набранными очками. Плюс Локомотив потерял сразу двух лидеров. Алексей Миранчук ушел в Аталанту, Баринов сломался. Плюс Локомотив сейчас накроет Лигой Чемпионов дополнительные 6 матчей, как минимум 6 матчей. Это дополнительная нагрузка, а команда сейчас уже не всегда вывозит по физике. Есть Краснодар. Похожая история, похожая история как и у Локомотива. Команда не впечатляет игрой и не совсем понятно, как она будет, за счет чего планирует проходить квалификацию Лиги Чемпионов. Но даже если Краснодар не пройдет эту квалификацию, он попадает в Лигу Европы. Это дополнительные 6 матчей, дополнительная нагрузка, которой у Спартака, кстати, нет. Если брать каких-то сенсационных претендентов на попадание в топ-3, это Ростов, который сейчас не впечатляет по сравнению со своей прошлогодней игрой. Есть Сочи, который, как и Спартак, кстати, пока не проиграл в чемпионате, но вряд ли тоже сочинский клуб сможет держать этот набранный темп. Поэтому за 1,9 берем, что Спартак попадает в топ-3. Ну и для любителей безумных прогнозов букмекеры приготовили эксклюзивную линию на московский Спартак. Можно, например, поставить, что Леонид Федун не выдержит и по какой-то причине решит избавиться от клуба уже в этом году, продаст московский Спартак. Можно поставить на то, что Леонид Федун решил сделать Зарему Салихову генеральным директором клуба. Также можно загрузить за целые 100 и 0 на то, что в случае очередной несправедливости по отношению к Спартаку Федун все-таки сдержит слово и снимет команду с чемпионата. На этом у нас все по долгосрочным прогнозам на судьбу московского Спартака в текущем чемпионате. В очередной раз напоминаем, что если вы, конечно же, хотите быть в курсе всего самого интересного, что происходит со Спартаковым, с РП, а вообще с мировым футболом, то подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, ставьте лайки и пишите в комментариях свои прогнозы, с чем вы согласны, с чем не согласны. Мы готовы к дискуссии.